Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, что заметить, об отсутствии, по сути, дела у вас, какой-либо вопрос. То есть, выпейте. Я замужем два с половиной года. С бывшим парнем мы расстались почти три года назад, но ни на миг о нём я не забывала, смотрю на его фотографии и фантазирую, как встретимся и просто поговорим с ним. Не о нём, а просто поговорим обо всём. Смотрите. Своим бывшим парнем вы расстались три года назад. Соответственно, судя по тому, что вы написали, я рискнул предположить, что вы молодого человека любили на момент отставания с ним и, скорее всего, чувство к нему у вас есть до сих пор. Почему я так говорю? Дело в том, что вы расстались с мужчиной три года назад, а два с половиной года назад вы уже вышли замуж. То есть, прошло полгода. За полгода, вот, свободно, свободное отношение построить, ну, вообще говоря, нельзя. И я вам постараюсь объяснить, почему. Для того, что на то, чтобы отпустить человека, нужно время. На то, чтобы, ну, на то, чтобы, как бы, позволить человеку жить своей жизнью тоже на свое время. На то, чтобы самой, ну, в данном случае, вам, вам самой, научиться жить без него и самой сформировать каких-то ценностей для себя. То есть, нужно время. Вы этого не сделали, судя по всему. Из одних отношений вы сразу бросились в другие отношения. И, естественно, что в своем муже вы искали того, что он не мог вам дать, молодой человек. То есть, в своем муже вы искали то, по какой причине вы расстались с бывшим данным. Ну, по сути, вы, значит, в своем муже вы искали средства для того, чтобы забыть парня или доказать себе, например, что вы, там, застой, ну, в общем, купировать или реализовать некие обиды. То есть, купировать или, ну, как бы, нейтрализовать, да, некие обиды на вашего мужчину. Вот это, пожалуй, нужно понимать, во-первых. Кроме того, скорее всего, речь идет о том, что вы не можете никак, вы не в силах, значит, сделать что? Вы не в силах определенным образом завершить отношения с молодым человеком. То есть, отношения с ним у вас вроде как есть, отношения с ним у вас были, но вот, простите, они не закончились. Они не закончились, и для вас они все так же не завершены. И вам нужно здесь либо действительно встречаться со своим молодым человеком, в их бывшем, либо завершать для себя эти отношения с помощью психолога. Потому что, ну, по-другому, а проблема вы просто не решите, к сожалению, свои. Именно вот в контексте мыслей и фантазии о молодом человеке, бывшем. Дальше. То, что касается второй части, второго предложения. Вы пишите, брак все хорошо, есть малыш, но не хватает духовности с мужем. Он не умеет слушать или потом попрекать. То есть, то есть, что-то вы для себя от мужа получили, а, простите, что-то нет. И это нормально. Что-то от мужа получать, а что-то не получать. Так вот, если раньше вас это устраивало, то, что вы не получаете чего-то от своего мужа, то теперь, чем дальше, тем больше вы осознаете, что для вас это важно. Но, поскольку раньше вы на это закрывали глаза, и как бы, как бы, обвинять вас в том, что вы это делали, нельзя. Это, естественно, в данном случае, естественно, что вы так делали. То теперь это все сложнее и сложнее будет игнорировать, и это нормально. То, что это сложно игнорировать, это нормально. Но нужно определить, как это реализовывается. Как получать духовность, которая вам необходима, и выяснять причины поведения мужа, почему не хочет слушать, почему попрекает, чем обусловлено его поведение такое, и так далее. И вот, это, пожалуй, то, чем вам нужно бы заниматься. Именно, вот, в первую очередь, анализ, пожалуй, отношений с мужем, и завершение отношений с молодым человеком. Ну, кстати, было бы неплохо, если вы с ним встретились один раз и все-таки поговорили. Либо вы увидите, что человек изменился уже совсем не тот, с кем вы его представляете себе. И тогда образ его станет для вас иллюзиотным, и вы, ну, просто-напросто, его отпустите и будете жить дальше. Еще, кстати говоря, неизвестно, неизвестно, будете ли вы жить с мужем по-своему. Потому что он был для вас средством, а средство у вас возможно только, когда есть цель. То есть я использую средство для того, чтобы... Вот если у вас образ молодого человека бывшего исчезни, то и средство для того, чтобы, вам уже не потребуется. Еще неизвестно, какой будете жить с мужем, так и так далее. Вполне вам нужно, что вы и с ним разведетесь, и будете искать себе третьего мужчину, в котором у вас все будет нормально. Но это дело будущего, а пока вам нужно сделать именно это. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!